Добрый день, меня зовут Веневитин Роман Геннадьевич, я подполковник вооруженных сил Российской Федерации, бывший командир 72-й бригады. В этом обращении мне бы хотелось высказать свою точку зрения на шумевшее видео, связанное с моими взаимоотношениями с ЧВК «Вагнер». На вопрос, есть ли у меня неприязнь к ЧВК «Вагнер», скажу так. Напряженность с «Вагнерами» у меня и моя бригада начались с первых дней нашей переброски на Артемовское направление. Это было связано не только с провоцированием наших бойцов на конфликты, своим дерзким поведением и постоянными угрозами обнулить, убить, но и с конкретными действиями. Так, например, бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП и до сих пор эти машины не были переданы в руки Министерства обороны. ЧВК «Вагнер» считает то, что это военный трофей. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось «Вагнерам». Имело место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения, чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали голым, держали на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку, пытались сжечь. Также был похищен начальник штаба галочного дивизиона. Я не буду называть фамилию этого человека. Которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе одного из населенных пунктов в районе боевых действий. По всем этим случаям есть свидетельские показания бойцов и очевидцев, часть из которых я потом опубликую вместе со своим заявлением. В апреле-май подразделения на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцы бойцов похищали и пытались поменять их на птуры, боеприпасы. Заставляли заниматься складированием двухсотых, трехсотых. То есть использовали как разнорабочих, просто как рабов. Были случаи, когда моих бойцов забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК Вагнер. Тем самым ослабляя я фланги Бахмута и мои обороны. Были такие случаи и они задокументированы. Как произошло мое пленение, я, будучи командиром бригады, объезжал свои подразделения и подовые порядки. Путь мне прекратили, блин, сотрудники ЧВК. Для этого не было никаких правовых и иных оснований. Терпеть этого я как боевой офицер не собирался. Никаких отношений, подчиняясь частными военными компаниями у меня нет. Я подчиняюсь своему командиру, командиру 3-го армейского корпуса и командующего группировки. В результате сотрудники ЧВК военной компании Вагнер были разоружены и отправлены в известное направление. Ну, *** были посланы, блин. Странно было бы ожидать иного, поскольку мы находимся в зоне моей ответственности. Не ЧВК Вагнер, а моей бригады. Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались. Так как не издевался бы любой, блин, озлобленный русский солдат над пленным, солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать. Три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять.